Всем привет! Поздравляю вас с наступившим 2016 годом! Желаю вам всего самого лучшего, самого светлого и самого доброго! Желаю вам, чтобы этот год был намного лучше предыдущего, чтобы все, что вы захотите, у вас обязательно получалось, и чтобы все ваши мечты сбывались. А сегодняшнее видео будет посвящено оформлению бровей, и если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Ну что ж, давайте начнем. Сейчас на бровях у меня не нанесено абсолютно ничего. Окрашивала я их давно, примерно месяц назад, то есть краска уже смылась, и в принципе у меня брови именно такие, какие они есть от природы сейчас. Я особо не усердствую на данный момент с ущипыванием, потому что я еще продолжаю отращивать брови для того, чтобы добиться идеальной, более широкой, модной формы. И, кстати, в одном из следующих видео я обязательно расскажу о том, как я отрастила свои брови ниточки до того результата, который вы можете нам задать сейчас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить это видео. Сегодня я буду использовать для оформления бровей свою новинку обалденный карандаш от Mable, от которого я просто в восторге. Это карандаш Brow Satin в оттенке Dark Brown. Это самый темный оттенок в линейке, но он вообще совершенно не темный. Я думаю, что брюнеткам он не подойдет, а русоволосым, таким как я девушкам, на мой взгляд, цвет просто идеальный. Также я буду использовать щеточку для бровей. Точнее, это щеточка от туши, которую я вымыла и оставила для того, чтобы брови ей расчесывать. Также мне понадобится лак для волос. И палетка консилеров. У меня это вот такая старая, уже повидавшая виды палетка от Catrice, у которой сломана крышечка, но для оформления бровей, в принципе, она меня устраивает, она довольно удобная. Так, давайте начнем. Оформление бровей я всегда начинаю с того, что расчесываю бровь, так мне потом намного легче будет ее прокрашивать. Расчесываю я волоски у основания вверх, потом к виску и кончик к виску и вниз. Для того, чтобы понять, где нам начинать рисовать бровь, а где заканчивать, есть очень простой способ. Я думаю, многие из вас о нем знают, но кто не знает, смотрите. Берем карандаш, подставляем его к крылу носа и ведем вверх через уголок глаза внутренний. Вот в этом месте у нас бровь должна начинаться. Ставим небольшую такую точечку, чтобы видно было потом. Потом идем через крыло носа и край радужки глаза. Вот так вот у нас будет. Вот тут изгиб, он у меня, в принципе, здесь находится. И через крыло носа и уголок внешний глаза проводим линию. Вот тут у нас бровь должна заканчиваться. А фернете я начинаю с прорисовки нижней границы брови. Для этого карандашиком, вот такими вот штрихообразными движениями начинаю прорисовывать нижнюю границу до линии изгиба. Чуть-чуть заходя на конечки я рисую. Потом чуть-чуть прорисовываю само тело бровки и перехожу к верхней границе. Здесь особо сильно не рисуйте, если вы хотите добиться эффекта естественных бровей. А я, кстати, всегда стараюсь красить брови так, чтобы издалека и даже вблизи это не было видно. Я терпеть не могу. Такие ровно очерченные брови с прямоугольным четким основанием. Мне кажется, что это смотрится совершенно некрасиво. Мы с вами сегодня будем добиваться эффекта натуральных бровей. Так, теперь переходим к кончику бровки. Опять же, прорисовываем его большими стрижками. Уделяем особое внимание изгибу наверху. И еще разок проходимся по нижней границе. Я стараюсь нарисовать бровь немножко шире, чем она у меня есть на самом деле. Теперь переходим к самой сложной части, к основанию бровки. Сложная она потому, что здесь главное не переборщить, не создать эффект татуажа. Здесь вот совсем легонечко, практически не нажимая на карандаш. Я прорисовываю. Так. Ну, в принципе, я думаю, уже нормально. И теперь самое главное хорошенько растушевать все это дело. Особенно хорошо тушуйте в основании бровки. Кончик можно сильно не трогать, для того, чтобы он не потерял яркость, потому что, когда вы растушевываете, ну, я думаю, вам это видно, продукт, который вы нанесли, начинает терять яркость. Теперь переходим ко второй части этого карандашика прекрасного. Это у нас так. Это у нас спонж с пудрой для бровей. Не знаю, почему они называют это пудрой для бровей. Мне кажется, это тень для бровей. Так. И проходимся по всей бровке, для того, чтобы еще больше ее заполнить цветом и чтобы она выглядела еще гуще. Опять же, в основании не усердствуем. заполняем все промежутки. Везде места, где у вас не хватает волосков, аккуратно прорисовываем. И еще раз потушуем все с помощью щеточки. Ну, я думаю, разница между вот этой бровью и вот этой очевидна. Эта бровь выглядит намного лучше. И теперь, для того, чтобы придать еще большую четкость линии нашей бровки, мы возьмем консилер из палетки. Такую небольшую плоскую кисточку. И по нижней границе пройдемся. и вот сверху этот кончик. Нам главное придать точность и четкость именно кончику. Немножко пальчиком растушуем. потом в дальнейшем в макияже глаз я обязательно выделяю вот эту область светлыми матовыми или преламутровыми тенями в зависимости от того, какой эффект мне нужен. И тогда бровь выглядит еще более четкой. Для того, чтобы волоски в течение дня не топорщились, не начинали торчать в разные стороны, как у меня часто бывает, я обязательно использую либо гель для бровей, либо тушь для бровей, либо лак для волос. Сегодня я буду использовать лак для волос. Просто берем лак для волос, брызгаем его на щеточку и быстренько, пока лак на щетке не засох, слегка проводим по нашей бровке. у основания поднимаем волоски вверх, кончик ведем к виску. Вот я закончила оформлять вторую бровь. Вот что у нас получилось. Мне кажется, довольно натуральный эффект. Брови стали зрительно более широкими, но при этом нету эффекта татуажа и нарисованных бровей. Такого эффекта, собственно говоря, я и добивалась. Очень надеюсь, что мое видео оказалось для вас полезным и интересным. Если это так, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и всем спасибо за просмотр. Пока-пока!